Помочь в работе с больными коронавирусом готовы 600 студентов медицинского колледжа. Резерв учащихся сформирован. Некоторые из них уже работают в красных зонах КБСП и РКБ. Другие студенты проходят обучение по программам, которые связаны с профилактикой и лечением COVID-19. В подготовительный процесс входят теоретическая и практическая части. Для студентов организовали симуляционный центр, где они проходят все этапы, которые потребуются при работе с пациентами. Подробнее обо всем расскажет Георгий Запаров. Борьба с коронавирусом в медколледже начинается с теоретических знаний. Как говорят студенты, предупрежден, значит вооружен. Педагоги на большом экране рассказывают о истории возникновения вируса и уже достигнутых успехов в борьбе с ним. Милана Гоглоева студентка второго курса лечебного отделения колледжа. В медрезерв, как и все, вступала добровольно. Говорит, помогать людям – обязанность каждого врача. Нас готовят к тому, чтобы мы работали с коронавирусной инфекцией. Нам читают лекции преподаватели, которые знают свое дело. То есть сейчас мы активно участвуем во всех форумах, то есть узнаем информацию. На практике мы применяем все то, что нам дают на лекции. Практика у нас тоже хорошо проходит. Условия максимально приближены к реальным. Первым делом студенты надевают защитные костюмы. В такой рабочей амуниции и заходят в красную зону. Симуляционная площадка. Здесь все как в настоящей палате интенсивной терапии. Студентов обучают работе со сложным оборудованием. Дефибриллятором, аппаратом искусственной вентиляции легких, инфузоматом. Он регулирует скорость и дозировку поступления лекарств в организм. Есть даже пульсоксиметр для измерения сатурации. Специалисты говорят, после такого обучения студенты могут полноценно работать в любом медучреждении республики. Воздуховод будет мешать корни языка, будет препятствовать западению и пациенту будет легче дышать. И через аппарат боброва, через лицевую матерку он будет получать ласкисларин. Студенты начальных курсов при необходимости будут работать младшим медперсоналом. Следить за дыхательными путями и кожным покровом больных. Отслеживать общую динамику организма. После выхода из имитации красной зоны – мазок на коронавирус. Обязательная в каждой больнице процедура. 119 студентов колледжа уже привлекались к работе для борьбы с коронавирусом. За это были отмечены руководством республики. Все они получили целевые направления в высшие учебные заведения страны. Были награждены почетными грамотами правительства нашей республики, почетными грамотами, которые студенческий правком наш выделил, Минздрав выделил. То есть работа этих 119 человек была полностью отмечена этими выпускниками. Мы гордимся, это наша гордость, это те люди, на которых наши студенты нынешние должны смотреть с гордостью. Разработанные в колледже обучающие программы сейчас применяются в образовательных учреждениях всей страны. По словам руководства колледжа, вся работа построена так, чтобы в любой момент на помощь врачам пришли молодые и хорошо подготовленные специалисты. Георгий Запаров, Хетак Гопоев, Новости Осетий.